Продолжение следует... Из-за аутсайдеров ВХЛ спутникам из Нижнего Тагила. В начале третьего периода наши уступали 2-4. Сумели в итоге выправить положение и одержали волевую победу 5-4. После второго периода состоялся серьезный разговор с ребятами. Перешли играть на три звена. Хорошо, что сумели достучаться. В принципе, из почти проигрышной игры вытащили ночь. В среду, 11 октября, Молот еще раз сыграет дома. Соперник Челмет из Челябинска. Волейбольному клубу Приками засчитали два технических поражения и сняли два очка за неявку на матч четвертого тура чемпионата России в Барнаул. Поединки с местным университетом должны были пройти минувшие выходные, но Приками не смогло приехать из-за отсутствия средств. Теперь один из лидеров турнира, с начала чемпионата не проигравший ни матча, в раз упал на пятое место. Под угрозой следующий тур, который должен пройти 21 и 22 октября в Перми. Как сообщила пресс-служба Приками, в клубе надеются на то, что спорткомплекс имени Сухарева, долг, перед которым за аренду приближается к 2,5 миллионам рублей, пойдет навстречу и разрешит провести матчи. Также клуб обращается к болельщикам с просьбой помочь собрать необходимое количество средств для проведения очередного домашнего тура. Обратиться можно в Бухгалтерию Приками на стадион «Энергия» по адресу Советская 100. Далее о мини-футболе. Летний осенний соревновательный сезон подходит к завершению. Позади Кубок города и турнир, посвященный памяти Сергея Ощепкова. Сейчас в самом разгаре заключительное соревнование «Золотая осень». Участвуют 15 команд. Они разделены на две группы. Предварительный раунд подходит к концу. Сейчас лидируют Гаева и Атур-2. Вскоре начнутся решающие матчи. Основной турнир идет зимой, но тем не менее летом всегда бескомпромиссная борьба. Хорошо бегать на зеленом поле. В общем, все команды борются, сражаются. Все готовятся, все наигрывают новые связки, ищут новых игроков, усиляются. В этом году изменения. У нас допущены три игрока из большого футбола. Соответственно, игра будет еще интереснее. Турнир напряженнее. Интереснее и напряженнее – это о зимнем первенстве. Оно стартует в ноябре и будет уже 31-м по счету. Турнир на снегу традиционно в Перми собирает большое число участников. Точное количество в этом году станет известно уже по итогам заявочной кампании. Очень много корректировок в лучшую сторону. Мы улучшили условия для наших команд. Приглашаем всех желающих принять участие, поучаствовать в наших мероприятиях. Заявочность состоится с 21 по 29 октября в колледже Олимпийского резерва Пермского края по адресу Сибирска, 55. На этом у меня все. Ждем развития спортивных событий.